Весцеральная терапия – это манипуляция на животе, своеобразный массаж, который позволяет улучшить микроциркуляцию в абдоминальной области. Бывает так, что органы смещаются, почка опускается, желудок смещается, деформируется поджелудочная железа. И вот это всё вызывает различные функциональные нарушения, начиная от кровообращения органов малого таза, кровообращения нашей головы, плюс ещё рефлексии. Что такое рефлексия? Это, скажем, ответная реакция мышц, надкостницы, любой ткани на состояние того же органа. Вот представьте, если взять кишку, то на кишке есть представительство печени, представительство почек, представительство мозга. И если какой-то орган начинает страдать, то тут же отражается и на этой кишке. И поэтому, конечно, с одной стороны, наш подход позволяет, манипулируя на животе, воздействовать на эти напряжённые участки в животе, это может быть та же почка. Ведь представьте, на самой почке, нас природа так устроила, что на самой почке есть представительство опять той же печени, поджелудочной, мозга, мочевого пузыря, кишечника. Ну и практически-то, если мы начинаем поддавливать, восстанавливая микроциркуляцию органа, то, естественно, вот эти зоны тут же воздействуют и на сам орган. И вот представьте, какой открытый мир в животе. И, естественно, если мы начинаем работать с абдоминальной областью, расслабляются мышцы позвоночника. То есть те мышцы, которые скелетными называются, те, которые вызывают мощность давления фиброзных колец, те, которые вызывают протрузии. Ведь что вызывает протрузия? Компрессия. А компрессия чаще всего связана с внутренними органами. Поверьте, за 30 или 40 лет работы в абдоминальной вот этой терапии, чего только ты не увидишь, что только не насмотришься. И в то же время возникают свои взгляды. Взгляды на некоторые вещи. Потому что мы рассматриваем с позиции живота. И вообще-то здесь, если мы так будем рассматривать физиологические процессы, то некоторые процессы для нас более приемлемы, которые описаны в восточной рефлексотерапии. Как пример, взять наши почки. Восточная рефлексотерапия упоминает 17 функций, которые выполняет наша почка. И причем каждая почка выполняет разные свои задачи. И вот здесь, работая с внутренними органами, мы можем очень четко это увидеть. И опять же, конечно, нужно говорить о представительных участках, которые возникают на лице, на теле, на мышцах. И взглянув на лицо, можно рассказать про человека такие вещи, которые, может быть, ему еще неизвестны. Потому что не все женщины чувствуют, когда развивается фиброкистозная мастопатия. Не дай бог онкопроцесс. Но на лице-то он нарисован. И если проблема органов малого таза, то почему-то возникает непроизвольный отек сонной артерии. И мы, взглянув на состояние сонной артерии слева и справа, можем сказать, что с правой стороны, предположим, если там отек правосторонний, там проблема органов малого таза. Начинаем работать, улучшаем микроциркуляцию. И этот отек сонной артерии, он уменьшается, либо совсем уходит. Так вот, рассматривая причины, которые вызывает сахарный диабет, то одна из причин, особенно детского диабета, это глистные инвазии. Поверьте, очень высокий процент. Если из пяти приходящих детей с сахарным диабетом в четырех случаях связь, то, знаете, почему, так сказать, не проводить такую профилактику? И если... А представьте, что левая почка имеет одно интересное свойство. А свойство какого характера? Она регулирует заряды ретроцитов. Так вот, если функция ее снижается, заряды начинают падать, возникает агрегация ретроцитов. И вот здесь возникает такое понятие, как кровь густеет, становится густой. А если к этому еще добавить стресс, а наше время это сплошные стрессы, а стресс определить, причем длительный стресс, достаточно легко, достаточно взглянуть на язык человека, и если вы видите отпечатки зубов на языке, то это признак стресса, который присутствует. Другой вариант, как снять этот стресс. Но, конечно, это долго объяснять. Но есть способ, опять же, висцеральной терапии за счет манипуляции и не только с животом, но уже и с головой, когда эти стрессы уходят. Но отпечатки зубов на языке, они нам говорят о том, что у человека желудок напряженный, плотный. Как это понять? А вот когда заходишь в живот и начинаешь исследовать желудок, подталкиваешь его, то пациента создается иллюзия, что там посторонний предмет в животе. И вот вы начинаете разминать этот посторонний предмет, но ведь представьте, поджелудочное – это поджелудком. И, естественно, если мы начинаем с вами разминать желудок, улучшая его микроциркуляцию, кровоснабжение, поджелудочная железа тоже реагирует. А у поджелудочной железы есть одно свойство интересное – очень много мелких сосудов. И вот часто вот эти мелкие сосуды, как бы они, ну, можно представить, забиваются загустевшей кровью, которая идет от патологичной той же левой почки или от того, чем питается пациент. Ведь наша пища, она является лекарством. И если мы лекарство будем принимать как пищу, это уже конец. И поэтому каждому пациенту приходится объяснять, что ему подходит, а что не подходит. И вот представьте, нам приходится наблюдать за разными процессами. А иногда для того, чтобы ускорить тот процесс, который мы восстанавливаем с помощью манипуляций, рекомендовать какие-то фитосборы. Так вот представьте, одному подорожник помогает так здорово, классно, а вот второй, казалось бы, с такой же патологией ему не помогает. А почему? Да потому что у него обмен другой. Этот катаболик, а этот анаболик. И анаболический, катаболический процесс, пожалуйста, там разные обменные процессы. И поэтому в одном случае вот это хорошо работает, а в другом случае плохо. И поэтому нам уже приходится смотреть не только состояние живота, но даже психотип человека. Кто он, к какому метаболизму имеет отношение. И, конечно, если взглянуть на человека, то тоже можно определить, что у него сахара повышенные. А как это? А во время разговора, если человек разговаривает, и открыл рот, и изнутри линия смыкания губ, и изнутри губа красная, это первый признак того, что сахара повышенные. И поэтому, когда приходит пациент с сахарным диабетом второго типа, то, разговаривая с ним, ты сразу видишь, вот она проблема. И бывает, народ приходит, даже не знает, что у него повышенные сахара. Сахар 20, а он нормально себя чувствует. И только ты ему подсказав, тут же делаешь сахар, показываешь, смотри, какой сахар высокий, сразу, а что делать? А первое, что, давай-ка мы с тобой поговорим об изменении рациона питания, рациона питья. Ведь представьте, самое-то интересное, мы с вами должны пить щелочную воду. А вот если мы с вами возьмем из-под крана воду, то вода 5,5, это слабая кислота. 5,5, 6, Марина 6, Нажукова 5,5, а она должна быть 8, 8,5 pH. Вот даже с этого, если начинать. И как только мы начинаем потреблять такую воду, все органы начинают по-другому работать. То есть организм – это мощная саморегулирующая система. И если помогать ей, то мы получаем быстрые результаты. И я надеюсь, что женьшень, который здесь предлагается, усилит нашу терапию. Вот если взять нашу терапию, то, чем занимаются висцеральные терапевты, или специалисты, которые занимаются животом, и при сахарном диабете. Мы и так, если говорить о результатах, то из пяти, предположим, сахарным диабетом второго типа пришедших, в зависимости, конечно, от, скажем так, наверное, уровня терапевта. Но я могу сказать за себя, когда из пяти у четырех ты решаешь, это уже хороший вариант. И в то же время, конечно, когда приходят с сахарным диабетом, то здесь приходится обсуждать уже тему. Давай мы улучшим, но мы не решим эту задачу. Мы улучшим общее состояние. И вот как раз, собственно, меня эта конференция заинтересовала чем? И я благодарен устроителям этой конференции, что если они дадут еще одну возможность помочь нашим пациентам, которые страдают первым типом, и если мы будем решать вот эту проблему, я думаю, что это будет очень здорово. Но, в принципе-то, цель моего выступления еще может быть, что, уважаемые господа, обратите внимание на живот. Это мощная тема, которая позволяет решать многие-многие задачи. А если вы к этому времени еще и врач разных медицинских специализаций, если вы делаете даже какие-то капельницы, если размять живот или подготовить ту же почку и сделать капельницу, мы получим совершенно другой результат, потому что органы наши, они все в большом напряжении. Вообще в норме они должны пульсировать, так же, как пульсирует наш глаз, пульсирует мозг, пульсирует кишечник. А так случилось, что я освоил пульсовую диагностику, я слушаю пульсы почек. И, конечно, часто бывает так, что приходит пациент, у него почка вся в кистах, а ему говорят, а анализы, посмотри, у тебя анализы отличные, классные. И только когда зашел в живот и увидел, какая в животе вот эта вот, скажем так, почка, или непонятно, что похожая на ту почку, которая там должна быть. И вот здесь, когда начинается исследование, вдруг МРТ или КТ определяют, да, вот сплошной поликистоз. И опять же, у нас тенденция какая? Сразу в хирургию. Потому что, ну, может быть, нужно удалить почку, а может быть, по-другому сделать. А по-другому это восстановить микроциркуляцию, кровоснабжение, улучшить состояние крови. И вот это состояние крови и изменение рациона питания. А рацион питания – это тоже отдельная тема. Ведь у нас много книжек написано по питанию. Но, опять же, не учитывается в разные ситуации с теми же катаболиками, анаболиками. Это совершенно разные люди. Если говорить о том, что самый такой нормальный тест, когда приходит пациент и говорит, что у меня отличное питание, а ты начинаешь исследовать его живот, а он сплошной барабан. Как же может быть нормальный живот с таким барабаном? И вот здесь вот начинаем подстраивать. И, естественно, манипуляции, которым проводим через переднюю стенку живота, продавливает желудок, продавливает область поджелудочной железы. Это способствует тому, что сбрасывается застоявшаяся кровь, улучшается микроциркуляция, в конце концов напряженные ткани расслабляются. И вот тогда смотришь, уровень сахара нормализуется, состояние крови меняется. А как меняется? Мы иногда используем микроскопию крови, смотрим кровь. Так вот, после процедуры обычно в крови находится огромное количество эхиноцитов, пайкилоцитов, то есть форменных элементов, которые мы выдвинули из застоявшегося кровяного сосудистого русла. Ну и, конечно, что делать? Каким образом это решать? И приходится, наверное, до смешного, может быть, все слышали сейчас новые увлечения, содой. Конечно, здесь и перегибы, но яд от лекарства отличается только дозой. Если дозированно перед процедурой даётся сода, которая восстанавливает временно заряды эритроцитов, всего-навсего иногда на три часа, но этого достаточно, чтобы начались те процессы, которые подталкиваем, мы подталкиваем своими манипуляциями. Вот такая вот интересная особенность. И, естественно, при сахарном диабете возникают напряжённые участки ткани. Взять шею. Вот обратите внимание, с левой стороны, там, где находится каротидный синусовый узел, здесь находится представительный участок, представительная зона поджелудочной железы. И если здесь что-то происходит, здесь возникает тканевое напряжение и передавливание нервных волокон, которые иннервируют сердце. Почитайте, откройте физиологию, посмотрите, на что влияет этот каротидный синусовый узел. Но ведь у нас кардиолог на это тоже не обращает внимания. Он лечит своё сердце, мало ли там перебои, аритмия, брадикардия, тахикардия. Но, коллеги, нужно обязательно учитывать вот эти рефлексии, вот эти взаимосвязи. И тот же большой палец на левой ноге, он является представителем поджелудочной железы. И если эта ногтевая пластинка этого пальца поражается грибком, это тоже один из признаков снижения функции поджелудочной железы. И тут же срабатывает рефлексия. А что такое рефлексия? Это схлапывание сосудов в том месте, которое является представительством данного органа. И, конечно, когда мы видим красный сосудистый рисунок на лице или красное лицо, то ко всему этому ещё дорисовывается, предположим, к проблеме поджелудочной железы селезёнка. И определить по нашим наблюдениям интересные явления. Они, правда, эти наблюдения коррелируются и с восточной рефлексотерапией. Как только человек начинает страдать сахарным диабетом, или проблем поджелудочной железы, будем так говорить, то первое, что у него появляется повышенная сенситивная чувствительность. Как это повышенная? Прикосновение он вздрагивает, подпрыгивает. С другой стороны, мы наблюдаем другую ситуацию. Когда человек начинает, как бы, он слушает разговор, но он слышит только плохое, то, что относится к нему. Ему всё кажется, что на него все обращают внимание. И такие пациенты, обратите внимание, они начинают уединяться. Им не нравится общество, потому что все говорят о нём. Не всегда вроде как хорошее. Но зато у человека появляется творчество. Он становится художником, поэтом. И у меня есть друзья, которые, как только проблема поджелудочной железы возникает, он начинает писать стихи. Обычно, когда, ух ты, стих написал, а ну-ка, дай-ка мне твой локоток. А вот локоток, он как индикатор состояния поджелудочной железы. И поэтому часто при поражении поджелудочной железы грибками, а в данном случае мы с вами говорим про псориаз. Обратите внимание, где псориазные участки? Здесь, здесь, с чего начинается? Это вот как раз поджелудочная железа. И, конечно, такой псориаз усугубляется как раз нарушением этой функции. И в то же время гиперсексуальность – это тоже предмет достаточно интересный. Насколько он нормальный или ненормальный, здесь, может быть, не нам судить. Но самое интересное, когда приводится в соответствие поджелудочная железа, вот эта гиперсексуальность снижается. И в то же время чувствительность человека тоже немножко притупляется. Он перестает писать стихи, потому что у него находится масса других дел, которые он выполняет. Но, понимаете, и поэтому, если мы будем рассматривать пациентов, которые приходящие, то очень часто страдают пациенты уже как бы предрасположенные. Это сенситивы, это гиперчувствительные люди. Ну, а нечувствительные часто бывает это алкоголь или травматизация. Такое тоже наблюдается. Ну вот, и кроме всего прочего, конечно, когда повышенные сахара в крови, это способствует тому, что человеку очень тяжело избавить от кандидоза. Потому что сахар – питательная среда. А если он еще кушает молочные продукты, то это все усиливается в энное количество раз. И у нас было предостаточно случаев, когда с запрещением молочных продуктов, когда с запрещением, скажем так, ограничением углеводов, естественно. И опять же обращается внимание на такую особенность. Вот взять Китай, интересно туда съездить. Обратите внимание, что китайцы очень мало едят сырых овощей. Практически не едят. Взять Японию. Японцы тоже не едят сырых овощей. А почему? Да живот дует. Корея тоже не ест сырых овощей. Живот дует. И нам приходится для того, чтобы победить какие-то проблемы, первое условие – это ограничить сырые овощи. Только притушенные, ошпаренные, приваренные. И когда человек начинает питаться так, как мы ему говорим, и, естественно, учитывая то, что происходит в животе, поддавливая, подминая, то часто бывает, мы побеждаем вот эти проблемы. Поэтому, конечно, эта тема висцеральная терапия, я думаю, что ее каждый доктор должен знать. Не обязательно, предположим, в размере какого-то там профессора, но элементы знать, что если почка, которая напряженная, которая плотная, которая перестала нормально функционировать, а как она перестала нормально, если анализы хорошие? Отеки под глазами, отеки на ногах, а анализы крови нормальные. В моче все хорошо. И в то же время, когда вы начинаете исследовать пульсовая диагностика, то вы слышите, что та же левая почка, она просто перестает пульсировать. Пульса нет. И начинаешь ее прокачивать, и оказывается, если почку просто продавливать импульсно, то та болезненность, которая присутствует на области этой почки, я не говорю, что мы почку можем достать через живот, мы через кишечник начинаем ее продавливать, и вот создавая пульсацию, почка размягчается, и тут же меняется пульс, тут же меняется качество мочи, ну и состояние, ведь почка – это страхи, почка – это энергия. Человек становится энергичным, тогда не нужно ему спать днями, потому что у него нормально, он отдыхает за ночь, потому что усталостный фон – это в первую очередь почки, потому что у почек есть еще одно интересное, та же правая почка, она управляет газовым обменом, она является регулятором содержания углекислоты в крови. И если этот уровень углекислоты в крови падает, то вы хоть дышите кислородной подушкой, дефицит кислорода, ткани задыхаются от кислорода, и тогда человек утром не может проснуться, если спит, то спит целыми днями, потому что кислородное голодание. И, конечно, вот здесь, рассматривая, опять же, позиции питания, иногда мы рекомендуем, а знаешь что, а попей газированной водички. Конечно, это временная подмена, но зато как только человек попил газированной воды, он себя хорошо чувствует. И такие пациенты, у которых проблемы правой почки, обратите внимание, они любят газировку. На уровне интуиции его тянет туда. И, естественно, если мы с вами начинаем работать с животом, то наблюдается опять же тенденция. У одного боли уходят буквально надавил, боль ушла, надавил, боль ушла. То есть стресс, напряжение снимается. А у другого боль не проходит. И вот ты 5 минут, 10 минут проминаешь этот орган, а боли как были, так они и остались. И тогда что? Нужно вернуться и посмотреть, в каком состоянии правая почка. Потому что этот дефицит кислорода, он изменяет состояние нервной системы. Проводимость нервной системы меняется. И, конечно, самые неудобные пациенты для нашей терапии – это те пациенты, у которых удалена правая почка. Потому что вы работаете, а у человека ничего не проходит. Боли не уходят. И приходится здесь уже работать на ощупь, на интуицию. И, конечно, здесь, когда человек или специалист начинает работать, он должен чувствовать – вот здесь вот в живот положил на живот руки, вот здесь проблема, а вот здесь нет. А почему? Ткани по-другому себя ведут. Околоорганные пространства. Спасибо. Спасибо.